Красноярский стад в преддверии Масленицы подсчитал стоимость праздничного стола. Оказалось, что за год больше всего подорожали масло сливочное и молоко. Сливочное масло в цене прибавило 20,3% и молоко подорожало на 10,7%. Мы решили подсчитать традиционный индекс блинчика, то есть то количество блинов, которые средний Красноярец может себе позволить испечь на среднюю заработную плату. Рассчитывать мы будем, исходя из того количества блинов, которое у нас получится из полулитра молока. Рецепт у нас самый традиционный. В миску отправляется 2 яйца по 6 рублей за штуку, 2 ложки сахара – это 2,5 рубля, пару щепоток соли – 200 граммов муки. Остается размешать и добавить полулитра молока на 27,5 рублей. Масло для жарки и смазывания блинчиков. Итого на тесто мы потратили 102 рубля 76 копеек. Начинаем печь. Надеемся, первый блин у нас не будет комом. У меня получилась стопка из 13 блинчиков. По аналогии с индексом Биг Мака мы оцениваем паритет покупательской способности неофициальным способом. Среднюю заработную плату делим на стоимость одного блина. Получается, что житель Красноярского края может себе позволить блинную башню из 4749 слоев. У новосибирцев стопка ниже – 3733 кулинарных изделия. Немногим меньше могут приготовить мячи – 3712 блинчиков. Хотя в этом регионе цены в целом ниже, чем по стране. Но и уровень зарплат там невысокий. Москвичам повезло больше всех. Даже несмотря на кусающиеся цены, в их башне из блинов 7380 слоев. У питерцев средняя зарплата на 19 тысяч рублей меньше, чем у москвичей. Но и продукты дешевле. Их результат – 6068 штук. По нашим расчетам, блинные стопки за год уменьшились в полтора раза. Но это не повод отказывать себе в небольшом удовольствии. В этом году масленица начнется 20 февраля. Клавдия Стельмахович, Марк Степанов, Афонтова. Новости.